Добрый вечер, 21.00 в Украине. Вы смотрите программу «Наше время». Сегодня в выпуске мы расскажем о таких событиях. Долгосрочная поддержка почти 2 миллиарда в 2024 и соглашение о безопасности. Итоги переговоров с премьером Дании и перспектива передачи истребителей F-16. Я думаю, что сегодня вы должны услышать посыл от Дании о том, что вы не одни. Россия нанесла удар под Днепру. Как жители украинского города справляются с последствиями российского удара с неба? Вот девятый этаж. Это моя квартира. Рядом обвалилась у соседей, а вот моя. Я в спальне была, привалила немного. Президент Владимир Зеленский в интервью Fox News рассказал о том, что нужно Украине для победы в войне и какие сюрпризы в 2024 году ВСУ готовят российским оккупантам. Новые ограничения в отношении России. Кто вошел в списки санкций, согласованное Советом ЕС? Сотрудничество в сфере безопасности и долгосрочная поддержка. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредриксон подписали соглашение о безопасности во Львове. В 2024 году помощь Дании будет составлять не менее 1 миллиарда 800 миллионов евро. Говорили об F-16. Также Метте Фредриксон заявила, что Дания обязуется поддерживать коалицию по F-16. В частности, предоставить самолеты, боеприпасы и тренажеры. Когда в украинском воздушном пространстве появятся истребители F-16, смотрите дальше в сюжете. Рабочую поездку во Львов президент Украины и премьер-министр Дании Метте Фредриксон начали с посещения Марсового поля. Почтили память погибших украинских защитников. В ходе встречи во Львове Дания подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной. Договор предусматривает выделение 1,8 миллиарда евро в 2024 году. Это гарантии силы, которые уже сейчас работают и останутся доступными для Украины на время вступления нашего государства в НАТО. Соглашение с Данией предусматривает комплексную оборону, политическую помощь, дипломатическое взаимодействие. Дания стала первым государством вне группы 7, с которым мы подписали такое соглашение о безопасности. Владимир Зеленский отметил, что именно Дания сыграла ключевую роль в разблокировании решения о поставках истребителей F-16 для Украины. «Мы начали проведение учений для ваших пилотов уже в августе. Обучение проходит очень быстро и очень хорошо. Единственная причина, почему мы все еще задерживаемся с передачей F-16 в Украину – это просто технические моменты. Нужна серьезная инфраструктура для обслуживания этих истребителей». Также во время встречи лидеры объявили о новом 15-м оборонном пакете на сумму 247 миллионов долларов, который готова предоставить Дания. В него войдут боеприпасы, дроны и другое вооружение. «Наши делегации договорились о проведении совместного двустороннего форума оборонных индустрий, модернизации и укрепления арсеналов на основе опыта современной войны. Это один из общих приоритетов. И мы и дальше будем продолжать давление на путинскую систему, на все ее элементы ради уменьшения российской возможности продолжать войну». Дания планирует продолжить сотрудничество с городом Николаевом и Николаевской областью для поддержки реконструкции после российских обстрелов. Речь идет и о реформах. «Я думаю, что сегодня вы должны услышать посыл от Дании о том, что вы не одни. Мы так, как и обещали, вам это два года назад будем оставаться с вами. Мы объявили о 15-м пакете помощи, однако уже начали работать над следующим пакетом, потому что мы понимаем, насколько нужна наша поддержка». Премьер-министр Дании призвала Европу и других международных партнеров активно помогать Украине и выполнить все свои обещания, данные ранее. Глава украинского государства, в свою очередь, напомнил, что, чтобы усилить давление на Россию, нужно усиливать санкции. После этого президент Украины встретился с делегацией Сената Конгресса США и, в частности, с лидером большинства в Сенате, демократом Чаком Шумером. Владимир Сделенский выразил благодарность за позитивное голосование по пакету поддержки Украины и украинских воинов. «Этот пакет не рядовой. Он имеет фундаментальное значение для нашей защиты и с точки зрения его содержания, и с точки зрения того, какой сигнал дает миру поддержка или не поддержка этого пакета. Демократии не должны самоустраняться из исторического процесса, процесса защиты всех тех ценностей, которые определили наш современный мир. Я проинформировал сенаторов о ситуации на поле боя сейчас, о прямой связи между тем, какое оружие имеют наши воины, и тем, какого результата достигает наш общий враг. «Достаточность артиллерии, достаточность дальнобойности – это ключевые вещи для нас, для наших сил обороны. И, конечно, очень активно работаем, чтобы уже в этом году лишить российские самолеты возможности доминировать в небе возле фронта, а также над проектами совместных оборонных производств». Два человека погибли, восемь получили ранения вследствие атаки ударными дронами типа «Шахет» российских военных под Днепру. В ночь с 22 на 23 февраля украинские защитники сбили пять беспилотников противника. Еще несколько поразили территорию промышленного предприятия и многоэтажный дом. В одном из подъездов разрушены верхние этажи. Спасательная операция длилась более 12 часов. Больше информации в материале Натальи Гусак. Два часа ночи, но жильцы большого жилого массива не спят. В области была объявлена воздушная тревога. Днепру оказался под атакой дронов. «Не поняла я, что в наш дом. А у меня соседка в наш дом». Ударный беспилотник попал в верхние этажи дома, полностью разрушив четыре квартиры. Еще несколько сильно повреждены. «Квартиры, которые выходят во двор, стен нет и комнат нет. И пол лежит на потолке седьмого этажа. Я спала на другой стороне. Это нас спасло. Прилет был отсюда. Там плиты сложились, но мы уцелели». «Вот девятый этаж. Это моя квартира. Рядом обвалилась у соседей, а вот моя. Я в спальне была, привалила немного». Девять человек пострадали, но без вести пропавшими считали двоих. 94-летнего мужчину и мать Евгении. Женщина в момент взрыва была дома на восьмом этаже. «Пока начнут разбирать, потому что я смотрю, перемычки эти все перекладины, как раз в том месте, где моя мама спала. Это лежит на восьмом этаже в моей квартире». Искать людей под завалами в разрушенных квартирах в первые минуты после взрыва спасатели не могли. Из-за пожара, который возник там. Только после ликвидации пожара начались поисковые работы. Их спасатели проводили, несмотря на угрозу разрушения конструкций дома. «Усложняют работу плиты перекрытия, завалы разрушенных конструкций. Это то, что усложняет работу». В этом доме Валентина живет только месяц. Переехала к сыну, который снимает здесь жилье из Красногоровки. Женщина говорит, долго не решалась бросать там свой дом, но россияне подошли слишком близко. Поэтому пришлось выехать в более безопасное место. «У нас Красногоровка вообще почти вся разбита. И самолеты летали. Куда мне? И дети тут. Я еще там была у себя, все разбито. Вот приехала, вот соседний подъезд. И так бы уже не было и меня тут. Вот я убежала от войны». С заявлениями в полицию уже обратились более 30 человек. По предварительной информации, отселять необходимо 18 квартир. Это около 50 жителей. Окончательно о масштабах разрушений и повреждений будет известно после того, как спасатели закончат разбирать завалы. Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят более 500 санкций в отношении России накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину. Ограничения будут направлены против лиц, связанных с заключением Навального, а также в отношении российского финансового сектора, оборонно-промышленной базы, закупочных сетей и лиц, которые уклоняются от санкций на многих континентах. США также вводят новые экспортные ограничения против почти сотни организаций, которые оказывают скрытую поддержку российской военной машине. Кроме того, Байден обратился к Конгрессу с призывом выделить помощь Украине. История наблюдает. Неспособность поддержать Украину в этот критический момент не будет забыта. Сейчас для нас настало время твердо стоять вместе с Украиной и объединиться с нашими союзниками и партнерами. Сейчас настало время доказать, что Соединенные Штаты стоят за свободу и никому не подчиняются. Санкции поспособствуют тому, чтобы Путин заплатил еще большую цену за свою агрессию за рубежом и за репрессии внутри страны. Из заявления президента США Джо Байдена, опубликованного на сайте Белого дома. Также Европейский Союз принял 13-й пакет санкций в отношении России из-за вторжения в Украину. Совет ЕС постановил ввести ограничительные меры против еще 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Новые списки согласованы сегодня, нацеленные в первую очередь на военные и оборонные секторы и связанных с ними лиц, в том числе на тех, кто участвует в поставках вооружения и КНДР в Российскую Федерацию, а также на представителей судебной власти, местных политиков и людей, ответственных за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинцев, в частности детей. Сегодня мы еще больше ужесточаем ограничительные меры в отношении российского военного и оборонного сектора, нацеливаясь на новые предприятия в третьих странах, которые поставляют оборудование, а также на тех, кто несет ответственность за незаконную депортацию и военное перевоспитание украинских детей. Мы по-прежнему едины в нашей решимости подорвать военную машину России и помочь Украине выиграть ее законную борьбу за самооборону и восстановить свою независимость, территориальную целостность и суверенитет. Жозеп Баррель, верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности. Канада ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину объявила о расширении и усилении санкций. Новые ограничительные меры Канада приняла в координации с Великобританией и США, которые уже объявили о соответствующих мерах, которые касаются 10 физических и 153 юридических лиц. Среди них помощник Владимира Путина и представители частных и государственных компаний, зарегистрированных в Российской Федерации и на Кипре. Большинство субъектов, попавших под санкции, предоставляют товары и услуги, такие как компоненты для ракет «Калибр» и беспилотников, страховые и розничные услуги Министерства обороны России. Кроме того, отныне ограничения могут быть направлены на любого за пределами Канады, кто не является канадцем и кто нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мелани Жоли, министр иностранных дел Канады, на брифинге. Украина и Бельгия провели переговоры на повестке вопроса использования замороженных российских активов для компенсации ущерба, нанесенного украинской стороне в ходе российского вторжения. Украину на встрече с бельгийскими чиновниками представляла вице-премьер-министр, министр экономики Юлия Свериденко. Стороны обсудили дальнейшие шаги по сотрудничеству в этом направлении, а именно создание действенного механизма компенсации ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины. Он предусматривает создание трех ключевых элементов – международного реестра убытков, компенсационной комиссии и фонда, который эти компенсации будет платить. Юлия Свериденко, вице-премьер-министр, министр экономики Украины. И сегодня в Вильнюсе начался форум «Свободная Россия». В фокусе внимания российских оппозиционеров – борьба Украины за свою свободу и независимость. Также центральная тема – убийство Алексея Навального. На форуме работает корреспондент телеканала «Фридом» Лариса Зубенко. Лариса, приветствуем тебя. Тебе слово, пожалуйста. Какие интересные моменты удалось уже узнать в общении с участниками форума? Да, Ксения, добрый вечер. Уже завершился первый день 12-го форума «Свободная Россия». Напомню, что площадка была организована еще в 2016 году. Ну и, конечно, с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину работа оппозиционеров интенсифицировалась. К примеру, с 24 февраля 2022 года участники форума провели пять антивоенных конференций в Вильнюсе, Риге и Таллине. Ну и в этом году на фоне событий на фронте, на фоне всего, что происходит и внутри России, как вы напомнили в студии о смерти, а вернее убийстве Алексея Навального, сегодня оппозиционеры, как нам сказали в кулуарах, решили перейти к более действенным мерам, а именно поддержке тех, кто сегодня защищает Украину на фронте. Давайте послушаем мнение Ильи Пономарева, участника форума. Прошу прямую речь. Лейтмотивом через все панели этого форума будет проходить тема силового сопротивления. И признавать, не признавать, на каких условиях, как участвовать, как помогать, что можно, чего нельзя, какие формы, кто цели. Я считаю, это фундаментальная, на самом деле, перемена в настроении российского оппозиционного сообщества, потому что, когда только началось широкомасштабное вторжение, все такие были, нет, 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 это нельзя, это очень страшно, этого мы не должны делать. Постепенно настроения менялись, и в течение 2003 года, ну, я думаю, сейчас, ну, не меньше половины, в принципе, оппозиционно настроенных граждан России стоят на теме, что нужно поддерживать Легион Свобода России, РДК, другие подразделения, что нужно поддерживать партизан, но все идут в этом процессе по-разному. Напомню, что еще осенью 2023 года на площадке форума Свободы России провели аукцион благотворительный, несколько лотов было от полка Калиновского, были и марки, подписанные высшим военно-политическим руководством Украины, в том числе, вот, марка, подписанная Владимиром Зеленским, тогда была продана за 13 400 евро, ну, а марка, подписанная Валерием Залужным, который тогда был главнокомандующим Украины, за 8 тысяч евро, и по итогам этого аукциона были собраны почти 50 тысяч евро, они были переданы на нужды граждан Беларуси и России, которые сегодня в составе добровольческих батальонов воюют на фронте в Украине, значит, и выбаривают свободу для своих родных стран России и Беларуси. Давайте послушаем следующего спикера, что он думает о таких аукционах. Мы будем повторять этот опыт, естественно, ну, как бы, каждый из нас делает еще что-то самостоятельно, но как организация мы считаем необходимым все формы взаимодействия, которые помогли бы приблизить победу Украины, потому что, с нашей точки зрения, никакого другого сценария краха путинского фашизма и исторического шанса для России вернуться в семью цивилизованных народов, кроме поднятия украинского флага в Севастополе, нет. Один из основных тезисов, который мы услышали сегодня от участников форума «Свободная Россия» без победы вооруженных сил Украины на фронте, не будет победы над путинским режимом. Оппозиционеры уверены в том, что договариваться с диктатором нельзя, и, в принципе, все, что может понимать вот такое диктаторское государство, это язык сил, именно поэтому настаивают на том, что все усилия нужно сконцентрировать сегодня на победе в ИСУ на поле боя. Кроме того, оппозиционеры говорят о том, что площадка форума «Свободная Россия» может быть дополнительной площадкой для того, чтобы обращаться к международным партнерам Украины, к США, к странам Евросоюза, Великобритании, Канаде и другим партнерам о предоставлении большего количества оружия, большего количества техники, боеприпасов для победы в ИСУ на фронте. Давайте послушаем следующее мнение. Главной оппозиционной силой по отношению к путинскому режиму являются вооруженные силы Украины. Вот если мы из этого будем исходить, дальше уже все начинает складываться. Отсюда ясно, что основная задача российской оппозиции – это поддержка вооруженных сил Украины и прежде всего тех формирований добровольческих российских, которые воюют рукооб руку с украинцами, потому что Украина не будет освобождать Россию от путинского режима. Такой задачи нет. И страны НАТО не будут освобождать Россию от путинского режима. Тоже такой задачи нет. Поэтому кто это может сделать? Это может сделать только вооруженная российская оппозиция. Говорили, конечно, на площадке форума «Свободная Россия» и о смерти, вернее, об убийстве оппозиционера Алексея Навального. Мы пообщались с российским оппозиционным политиком Геннадием Гудковым. И он считает, что смерть Навального может привести к серьезным последствиям для Российской Федерации. В том числе он считает, что возможна радикализация населения, возможны протесты массовые. Что делать будет с этим Кремль пока непонятно. Давайте послушаем мнение Геннадия Гудкова на этот счет. Юлия Навального – жена Алексея, который убит два дня назад. Она сказала, что первые чувства, первые эмоции, которые возникают – это гнев и ярость. И вот эти гнев и ярость возникают первыми эмоциями у, я не побоюсь этого слова, у миллионов людей в России. Не факт, что эти гневы и ярость у каждого вызовут какую-то готовность к открытой борьбе с режимом. Но то, что среди этих миллионов или сотен тысяч найдутся тысячи или десятки тысяч людей, готовых к активным действиям, вне всякого санкета. К дискуссионным панелям на форуме «Свободная Россия» присоединились и представители украинской стороны. В принципе, об объединении Киева и оппозиционных политиков из России говорят многие. Ну вот давайте послушаем, что сказал народный депутат Олег Дунда. Сегодня он не присутствовал на форуме, однако завтра включится в дискуссионную панель в режиме онлайн. Мы с ним пообщались ранее о том, чего он ждет от этого форума и в принципе, какой видит совместную работу дальнейшую Киева и российских оппозиционеров. Давайте послушаем. Форум «Свободная Россия», который сейчас проходит в юниорусе, он является рубежным. Чтобы понимать и осознавать его важность, это для понимания этого, это как сравнить его с 24 февраля-22 года для Украины. 23-22 февраля была одна ситуация. Различные развития событий предполагались после 24 февраля, совершенно другая ситуация, совершенно другие вызовы и совершенно другое будущее. Чем быстрее российская оппозиция будет спасать, чем лучше и чем быстрее она попытается изменить ситуацию внутри России, тем меньше наших украинских ребят погибнет на передовой. Завтра стартует второй завершающий день 12-го форума «Свободной России», как анонсировали организаторы. Могут быть подписаны некие документы, которые будут определять стратегию действий российской оппозиции в дальнейшем. Но обо всем этом мы расскажем вам в наших эфирах завтра. Смотрите на след. Пока на этот день у меня все, поэтому коллеги передаю слово в студию. Лариса, спасибо большое за информацию, за твою работу. Будем ждать включений завтра. Еще раз напомню, из Вильнюса корреспондент телеканала «Фридом» Лариса Зубенко была в прямом эфире о начале форума «Свободной России». Мы же движемся далее. Украинские пилоты продолжают обучение на западных истребителях F-16 в Дании. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что все украинцы ждут дня, когда первые украинские F-16 появятся в небе и усилят защиту украинских городов и возможности сил обороны Украины. Глава украинского государства также выразил благодарность коалиции F-16, которая приближает этот день. Наш боевой опыт действительно трудно переоценить, но все же это очень сжатая программа. Продолжительность обучения, которую мы проходим, очень короткая по сравнению с любой подготовкой на F-16 в мирное время. Нужно намного больше усилий, но мы все мотивированы вернуться в Украину и начать сражаться на этих самолетах. На мой взгляд, наибольшим стимулом для нас здесь является не наш опыт, а мотивация вернуться и продолжить сражаться. Воздушные силы ВСУ уничтожили уже второй самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Сбитие подтвердил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук. На данный момент это третья российская потеря А-50. До этого аналогичный самолет вывели в строе белорусские партизаны на авиабазе Мочулищи в фееррале 2023 года. А 14 января 2024 года воздушные силы сбили А-50 и Ил-22. Стоимость данного воздушного судна составляет более 300 миллионов долларов. Прямо сейчас расскажем подробнее о ситуации на фронте и сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. 58 боевых столкновений произошло на фронте за сутки. Об этом сообщает вечерний сводки Генштаб Вооруженных сил Украины. Армия РФ безуспешно пыталась штурмовать на Марьинском направлении, совершив 31 атаку в попытке прорвать украинскую оборону. ВСУ отбили все штурмы. Российские оккупанты обстреливали из артиллерии и минометов Красногоровку, Константиновку, Победу и Новомихайловку Донецкой области. Россия формирует новый корпус добровольцев, в который войдут бывшие вагнеровцы. Они уже действуют в районе Авдеевки Донецкой области. В Российской Федерации сейчас формируется добровольческий корпус из 18 тысяч человек. Это в частности все бывшие вагнеровцы, руководит этим Министерство обороны. Они сейчас действуют и в районе Авдеевки. Это постоянные штурмовые действия и достижение результата любой ценой. Что касается зарплаты, то она там почти такая же, как и в Вооруженных силах России. Но у Вагнера зарплата была выше. И Вагнер очень ценил своих инструкторов и командиров. Вадим Скибицкий, заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В Министерстве обороны Украины сообщили о планах построить в течение этого года несколько тысяч опорных пунктов на всех направлениях. Инженерные войска сил поддержки уже начали работы. В частности, в течение 2022-2023 годов в операционных зонах оперативно-стратегических группировок войск построили более 2000 опорных пунктов, позиций и огневых позиций. Также ведомство обнародовало свежее фото строительства усиленных фортификационных сооружений от командования сил поддержки. Нам нужно делать как можно быстрее, как можно более масштабные фортификационные сооружения возводить на тех участках, где враг может наступать. Также Министерство обороны Украины обнародовало первое видео применения танков Абрамс на Авдеевском направлении. Силы обороны Украины Силы обороны Украины удерживают плацдарм на левобережье Днепра в Херсонской области. Российские оккупанты пытаются вернуть потерянные позиции, но ВСУ продолжают наносить им огневое поражение. В свою очередь, противник готовится к новым попыткам захвата этой территории. Так, украинские партизаны обнаружили российскую технику во время разведки в поселке Гвардейском Симферопольского района во временно оккупированном Крыму. Армия РФ планирует использовать ее для атак на Херсонском направлении, сообщают в АТЭШ. Во время разведки наши агенты обнаружили место размещения военной техники, преимущественно КАМАЗы, артиллерийские тягачи и установки МСТА-Б. Все эти средства будут использованы для переброски личного состава и самих артиллерийских установок на Херсонское направление. Во время работы наши агенты также прослушали разговоры российских солдат, которые молились, чтобы их не отправляли в Крынке или Работино. Они услышали о больших потерях на этих направлениях, о том, что людей кидают на убой. И сообщение партизанского движения АТЭШ. Украинские воины продолжают уничтожать российскую технику на южном направлении. За последние сутки россияне лишились зенитно-ракетного комплекса ТОР-М2, сообщают силы обороны Юга. Общие потери армии РФ с 24 февраля 2022 года составили 408 240 военных. За сутки было ликвидировано еще одну тысячу российских оккупантов. Силы обороны также уничтожили 3 танка, 37 боевых бронемашин, 49 артиллерийских систем, 2 РСЗО и столько же ПВО. Были сбиты 32 беспилотника. Кроме этого уничтожены 45 единиц автомобильной и спецтехники, а также цистерн с топливом. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил на дебатах Генассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины. Он отметил, что пока нет ни одного преступления из Римского устава, которое не совершила бы Россия во время войны против Украины и призвал ООН применить все инструменты, чтобы вернуть украинских детей домой. Кулеба подчеркнул, что нарушение прав человека на временно оккупированных территориях включает в себя политические преследования, задержания, пытки, сексуальное насилие. А похищение украинских детей и взятие в заложники мирного населения является одним из самых ужасных российских преступлений. Уважаемые коллеги, коллеги-дипломаты, ни одна страна в мире не желает мира больше, чем Украина. Наше государство страдает больше всех, но мы также знаем, что мир должен быть справедливым и прочным. Просто приостановить войну и надеяться, что агрессор проявит милосердие и в конечном итоге выберет мир нереалистичный план. Россия игнорирует волю мирового большинства. Она продолжает свою агрессию и бросает в пламя войны все больше и больше людей. Похищение украинских детей и захват гражданских лиц в заложники – одни из самых ужасных российских преступлений. Что нужно Украине для победы в войне? И какие сюрпризы в 2024 году ВСУ готовят российским оккупантам? На эти вопросы президент Владимир Зеленский ответил в интервью американскому телеканалу Fox News. Его основная аудитория – это люди консервативных взглядов, поддерживающие республиканскую партию. Какие же главные месседжи транслировал глава украинского государства? Смотрите в нашем следующем материале. Почему американцев должно беспокоить происходящее в Украине, президент Владимир Зеленский рассказал телеканалу Fox News, находясь в разбитом армии России здания, всего в нескольких километрах от позиции российских войск в Харьковской области. Путин никогда не остановится. Он пойдет через Восточную Европу, потому что он этого хочет. И большие потери вряд ли заставят российского диктатора Путина отказаться от имперских амбиций. Глава украинского государства напомнил, что в войне против Украины уже погибли более 400 тысяч российских солдат. Мы знаем, что десятки тысяч людей были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Мы знаем об этом. Если сравнить количество убитых солдат, я бы сказал, что соотношение 1 к 5. То есть один наш солдат, убитый в бою, равен 5 российским солдатам. Это приблизительная статистика. Месседж Зеленского простой. Усмирить российского агрессора жизненно важно здесь и сейчас. А поэтому Соединенные Штаты не должны допустить ослабевания поддержки Украины. Киев нуждается в большем количестве оружия, в частности дальнобойных ракетах. Мы будем готовить новое контрнаступление, новую операцию. Я не говорю, что мы просто остановимся. Нам нужно оружие большой дальности. Мы говорили об этом с конгрессменами. Я говорил об этом с президентом Байденом. Дальнобойные ракеты Атакмс с дальностью до 300 километров нам бы очень помогли. Касательно возможных переговоров с Россией, президент отметил, что Украина не хочет подписывать очередные минские соглашения и замораживать конфликт. Украинцы не намерены снова размениваться территориями за мнимый мир. Единственные приемлемые условия для Киева прописаны в формуле мира Зеленского. Тогда мы сможем искать дипломатический формат, как разговаривать с представителями России. Я считаю, что если нет никаких шагов, согласованных с другими партнерами, то вы не сможете ничего предложить Путину, потому что он ничего не захочет. Очень важный дипломатический путь – это соглашение с самыми важными странами, лицами, принимающими решения, в мире на нашей стороне. И тогда, конечно, мы сможем начать дипломатические переговоры. В завершении Владимир Зеленский пригласил посетить передовую кандидатов президента США, в частности Дональда Трампа. По словам украинского лидера, чтобы иметь реалистичную оценку происходящего, нужно увидеть обстановку собственными глазами. Все актуальные новости всегда доступны в телеграм-канале «Фридом». Если вы еще не подписаны на него, сканируйте код на экране и переходите по ссылке, чтобы оставаться в курсе самого важного. Это были главные новости сегодняшнего дня от команды «Фридом». Далее продолжим анализировать текущее событие. С помощью наших коллег оставайтесь с «Фридом» и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok